МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Весной 1834 года все великосветские салоны Петербурга обсуждали вопрос. Кто же стал прообразом пушкинской пиковой дамы? Многие считали, что это 90-летняя княгиня Наталья Петровна Голицына. Да и сам Пушкин записал в своем дневнике «Моя пиковая дама в большой моде». Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Натальей Петровной. И, кажется, не сердятся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голицына жила в доме номер 10 на углу Гороховой и Малой Морской улиц. И этот дом в столице знали все. Знали и почитали за великую честь быть представленными его хозяйке. Ведь в день именин к ней с поздравлениями жаловала вся императорская семья. И поэтому одно лишь слово княгине могло либо открыть путь к блестящей карьере, либо испортить репутацию. Улица была заставлена экипажами. Кареты одна за другой укатились к освещенному подъезду. Из карет поминутно вытягивались то стройная нога молодой красавицы, то гремучая ботфорта, то полосатый чулок и дипломатический башмак. Шубы и плащи мелькали мимо величавого швейцара. Герман остановился. «Чей это дом?» – спросил он у углового будочника. «Графини» – отвечал будочник. Кто же была эта роковая и загадочная женщина, дом которой обрел мистическое имя – дом пиковой дамы? Наталья Петровна Чернышова родилась в 1739 году. В свете ходили слухи, что она родная внучка Петра Первого. Прекрасно образованная, умная, хоть и не красавица, она привыкла быть в центре внимания. В 1766 году она вышла замуж за красавца князя Владимира Голицына, который свою властную и обладавшую деловой хваткой жену почитал и боялся. Наталья часто бывала в Париже, была принята при дворе Людовика XVI, дружила с Марией Антуанеттой и нередко играла с ними в карты. В игре же она была дьявольски везуча. Поговаривали, что знаменитый мистик граф Сен-Жермен, страстно влюбленный в Наталью, прошептал ей тайну трех карт, дарующих выигрыш. Но предостерег, что разглашать эту тайну никому нельзя. Лишь в конце жизни княгиня открыла свой секрет внуку Сергею Голицыну, когда тот после крупного проигрыша пришел просить денег. Она же сказала ему, на какие именно три карты надо поставить, чтобы отыграться. О своем выигрыше Сергей поведал приятелю, Александру Пушкину, жившему тогда поблизости. Пушкин решил прогуляться возле дома княгини. Он взглянул на окна второго этажа, за которыми находилась ее опочивальня, и быстро вернувшись к себе, написал название новой повести «Пиковая дама». И, похоже, несчастье, предсказанное Сен-Жерменом за разглашение тайны карт, перейдет на страницы повести. В октябре 1893 года как раз напротив особняка княгини поселится Петр Ильич Чайковский. Этот адрес станет для великого композитора последним. А в самом доме Голицыной после ее смерти поселится военный министр, граф Чернышев. Когда-то ей представляли этого графа, участника следствия по делу декабристов. «Это ваш родственник». Но княгиня лишь мельком взглянула на того и гордо заявила, «У меня есть только один родственник, граф Чернышев, и он сейчас в Сибири». Новый владелец слегка изменит фасады дома. Но вот вестибюль, парадная лестница и опочивальня княгини останутся прежними. И останется прежним название «Дом пиковой дамы». «Дом пиковой дамы» 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 «Дом пиковой дамы»